Привет! Сегодня в видео я расскажу тебе про свой опыт взаимодействия с некогда новым для меня типом устройств. Это портативный ЦАП усилитель HiBee FC3. Данный девайс у меня на руках уже довольно долго. Если быть точным, то с августа 2022 года. Ну а купил я его по двум основным причинам. Первое, мне хотелось узнать, что это в принципе такое и лично убедиться в том, что подобные устройства способны выдавать очень качественное звучание, несмотря на характер источника и его стоимость. Ну а вторая в большей степени связана с основной тематикой моего канала. Это наушники и звук. Ведь если с беспроводными решениями весь смысл кроется как раз таки в работе со смартфоном, то вот уже проводные наушники с средствами железок самого телефона раскрыть не всегда получается. Но и давы на первое время в тестах проводов обойтись так сказать малой кровью, я и решил прикупить именно мобильный ЦАП, который впоследствии и продолжил мой дальнейший путь к выбору отдельного устройства для проводных наушников. Но про свой новый плеер я расскажу как-нибудь в другой раз, а сегодня все внимание к хайби FC3. Итак, сам свисточек довольно компактный, с корпусом из металла в прямоугольном формате. Здесь сразу же уточню, что у меня относительно новая ревизия и некоторые элементы внешнего вида немного отличаются от того, что производили годом ранее. На данный момент ЦАП стал еще более лаконичным и немного потерял в размерах. На одной из грани имеется механическая качель регулировки громкости, причем регулирует она свой собственный уровень, а не шкалу смартфона. В один из торцов встроен разъем Type-C для подключения к источнику посредством комплектного кабеля, и к слову их в коробке два. Type-C на Type-C и классический Type-C на Type-A. Последний с легкостью подойдет для использования устройства с ноутбуком или ПК. На противоположном торце корпуса разместили разъем миниджек 3,5 мм для подключения наушников или гарнитуры. Таким образом, помимо прослушивания музыки, если на проводе имеется встроенный микрофон, то он будет работать через данный ЦАП. С лицевой стороны устройства красуется тиснение с его названием, а также плоский LED-индикатор, по которому во время работы можно определить качество композиции в формате PCM. Синий цвет горит в диапазоне от 32 до 48 кГц, темно-зеленый от 88 до 192, а бледно-зеленый появится в интервале от 352 до 384. Ну а статусный красный цвет горит при подключении к источнику, когда музыка не воспроизводится. DSD формат поддерживается на уровне в 128. Так, ну и вроде бы как по внешним особенностям мы прошлись, теперь переходим к внутренним. За работу устройства отвечает аудиочип ES9281 Pro с поддержкой декодирования MQA. Про поддержку форматов PCM и DSD я уже сказал. Помимо всего прочего, устройство имеет сертификацию Hi-Res Audio. Выходная мощность составляет 70 мВт на канал. FC3 не имеет собственного питания, так что энергии будет потреблять непосредственно от источника. И по-хорошему это не особо критично, потому как, во-первых, он не слишком прожорлив, а во-вторых, при отключении наушников сам свисток потреблять электричество перестает. Для полноценной работы устройства в Google Play Маркете имеется фирменное приложение HiBi Music. Оно имеет русский интерфейс и огромное количество настроек. Лично мне пользоваться программой было очень удобно, при том, что она работает даже без цапа. То есть абсолютно все настройки звучания можно регулировать и для встроенного в смартфон железа. Я даже больше скажу, если ранее я использовал другие сторонние плееры для прослушивания музыки оффлайн, то теперь моим основным является именно HiBi Music. В некоторых моделях смартфонов, в том числе и в моем OnePlus Nord CE, при подключении внешнего цап-усилителя дополнительно потребуется активировать OTG-соединение в меню настроек. По умолчанию эта опция выключена. Для своего удобства я вывел отдельную кнопку на это дело в меню быстрых функций шторки уведомлений. И пожалуй еще один момент касаемо подключения цапа к смартфону. Если вы хотите, чтобы ваш свисточек выдавал звук из любого установленного приложения, то при подключении к смартфону, когда появится надпись на экране с предложением выбора, необходимо нажать кнопку нет. В противном случае устройство будет выводить звук только из фирменного приложения HiBi Music, минуя софтверную составляющую самого смартфона. Так что если вы соглашаетесь с предложением предоставить HiBi Music доступ к устройству, то будьте готовы к превосходному качеству звучания, но только из фирменного софта. Но и теперь, что касаемо самого звука. Как вы помните, первой целью покупки данного девайса я обозначил целесообразность существования подобных устройств в принципе. И скажу откровенно, что разница со встроенным преобразователем моего смартфона просто колоссальная. Мало того, что уровень громкости прибавляется запредельно, так еще и само звучание имеет совершенно иной характер. FC3 в стоке подает звук максимально нейтрально без какого-либо приукрашивания. Здесь имеет место ровное, сбалансированное и, не побоюсь этого слова, околомониторное звучание. Любые наушники посредством данного усилителя раскрывают весь свой потенциал, при этом без каких-либо малейших намеков на белый шум или другие артефакты. Звучание получается очень чистым и детализированным. И пусть через данный ЦАП прошло не так много моделей наушников, но любая пара, будь то бюджетные KZ ZSN Pro X или полноразмерные CFG Robin, играют совершенно по-новому, особенно в сравнении со встроенным в смартфон железом. И вот тут-то мы плавно подходим ко второй цели, которую я преследовал при покупке данного девайса. Именно такое звучание, изначально нейтрально-мониторное и при этом очень гибкое к настройке, мне и было необходимо от устройства, на котором я буду в дальнейшем тестировать новые проводные наушники. Ну и разумеется о том, что посредством фирменного софта можно крутить звуком, как душе будет угодно, и вовсе говорить не стоит. Абсолютно любой жанр музыки под силу этому малышу, начиная с простой и популярной, и заканчивая более сложной джазовой или симфонической. Чистоту, драйв, глубину и самое главное эффект присутствия эта штука однозначно сможет обеспечить. На самом деле отзывов по данной модели в интернете много, при том они довольно противоречивы. И лично я в сегодняшнем видео от них не претендую на истину в последней инстанции, однако могу с уверенностью сказать лишь одно, Хайби FC3 с большей долей вероятности станет отличным началом на пути к миру хай-фа и звучания, особенно при своей небольшой стоимости. И возможно кто-то на этом остановится, а кто-то будет двигаться дальше, но однозначно данный ЦАП попробовать стоит. В общем вот такими были мои впечатления по данной модели, спасибо что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию и скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok